В предыдущем эпизоде мы шли из Владивостока на Филиппины по зимнему муссону с недельным отдыхом на корейском острове Чи-Джу-До. Поход начался 16 ноября, а в Кортогалеру, которая находится на филиппинском острове Миндора, мы заходили во второй половине дня 10 декабря, после двух с лишним тысяч миль открытого моря. Это серия о филиппинах и о филиппинцах. Первая строчка в списке неотложных задач – внедрение. Нужно познакомиться с местными жителями и наладить отношения. Знакомимся с соседями по стоянке, общаемся с проходящими мимо рыбаками, налаживаем контакты. Буквально через пару дней основы местной жизни проясняются. А на базаре ты уже со знанием дела сам определяешь цены и платишь за проезд, не спрашивая сколько. Местные друзья также получают массу преимуществ от работы интерфейсом. Это работает везде, от Японии до Новой Зеландии и работает очень эффективно. Филиппинцы на первый взгляд оказались довольно позитивным и дружелюбным народом. Хотя уже через несколько дней стало понятно, что не все так просто. Крупные города и берега островов заселены и более-менее цивилизованы по западному образцу. Филиппинцы довольно изобретательные и предприимчивые. Экзотические средства транспорта собственного производства впечатляют. Три циклы, способные при всей видимой невозможности вывозить по 8 человек. Джипни, аналог нашего междугороднего автобуса с задней загрузкой. Мы на таком ездили в райцентр, Колопан. Полтора часа по горной дороге. Штука очень универсальная. Внутри набивается 20 человек на продольных лавках. Сзади на подножках еще четверо-пятеро. А на всю крышу багажник, который заставляют сетками, мешками, коробками. Ну и запасные колеса там же. Коллектор, кондуктор, тоже висит сзади на подножке и собирает деньги. Высаживает прямо на ходу. Стучит по крыше водителю. Два длинных вперед, три коротких стоп. Сплошная экзотика и стоит в один конец на человека 80 песо. Сорплата муниципального водителя такого джипни 250 песо в день. Обед в яхт-клубе довольно приличный. 300 песо. Один песо примерно 75 копеек. В стране с такими ценами чувствуешь себя богатым человеком. Плавсредства тоже совершенно волшебные. Все, что ходит здесь по воде, сделано в виде тримаранов. И называется банка. Большие пассажирские банки стоят на линии паромной переправы между нашим островом Миндора и Большим Лусоном. Такая банка бегает довольно шустро. В узкий корпус каноэ ставят несколько автомобильных движков, причем один за другим. А поскольку доступ к ним довольно непрост, машинное отделение обвешивают видеокамерами, такими же как в супермаркете. И рулевые на ходу контролируют их работу. На ходу весь экипаж стоит на носу и смотрит вперед, потому что любое встречное бревно может пробить корпус и утопить пароход. Однако в джунгли цивилизация почти не проникает. Там продолжают жить горцы, которые почти не контактируют с жителями моря. У них даже языки разные, и они не понимают друг друга. На острове Миндора это народ Мангян. Ночью горы светятся огнями. Это горцы отжигают древесный уголь. Единственный продукт экспорта, с которым они изредка спускаются на побережье для обмена. Хотя на самом деле им мало что нужно от нижнего народа. Они живут своей жизнью. Власти пытаются горцев как-то привлечь. Даже строят образцовые потемкинские деревни для привлечения народа с гор. Правда, пока без особого успеха. Местные говорят, что в горах до сих пор можно встретить комми, партизан с прошлых времен. И где-то у блиндажа до сих пор сидит местный Че Гевара и поет свои революционные песни. Но в целом северная часть Филиппин вполне безопасна. И нервозности нет. Спокойные власти и военные. Вот куда советуют не ходить, причем настоятельно, с экспрессией, это Минданао. Большой южный остров и зона мелких островков, идущих дугой. От Минданао до юга Палавана. Конфликт, которым убили Магеллана, никуда не делся. Север с югом продолжают враждовать и ведут реальные боевые действия. Там реально опасно и даже для местных рыбаков. Как они говорят, там режут головы, и мы туда не ходим. А за беспечными белыми людьми просто охотятся, потому что за них можно получить хороший выкуп и купить еще грузовик оружия для победы очередной мировой революции. Магеллан назвал эти острова в честь своего короля Филиппа и обозвал их воровскими. Местные таскали с его кораблей все, что плохо лежало. Мы провели здесь почти 4 месяца без единой проблемы. Сейчас здесь не воруют. Можно без опаски оставить надувнушку у городского причала и уйти в город. Никто не тронет ни лодку, ни мотор. Местный яхт-клуб организовал рождественскую регату круизеров. Так мы в трех гонках взяли 2 третьих места, а сегодня второе. Был бы ветер еще чуть посвежее, может прорвались бы на первое. Сегодня было 9 лодок, мы с другой шхуной, называется 4 года, узкой и длинной, 47 футов. Оторвались в лидеры и бились до финиша на лавировке. Иногда доставали впритык. Три корпуса проиграли. Я так думаю, пары рук просто не хватило. Ветер был до 20 узлов, повороты медленно крутили вдвоем с тяжелой Генуей. Остальные отстали как минимум на несколько минут. Удовольствие получили выше крыши. Для меня было очень интересно прикинуться с флотом круизных лодок и в очередной раз сравнить углы лавировки шхуны, кетча, тендера и шлюпа. При умеренных ветрах узлов до 10-15 круизные бермутские лодки ходят острее, градусов на 5, при той же скорости. Стоит ветру усилиться, узлов до 18-20. Шхуны продолжают галст под тем же углом, только идут повеселеть. А бермутские лодки валятся и идут полнее нас. Это о принципе. Кроме того, очень сильно влияет качество и количество парусов, наличие волны, форма корпуса, опыт шкипера и его настрой. Другая шхуна, с которой мы все время гонялись, была под парусами из дюрадона, акрил. Мы под докроном. Она проигрывала нам на лавировке несколько градусов, но шла быстрее за счет длинного корпуса. На порывах мы доставали их на глазах, но как только ветер немного слабел, они уезжали. Так до финиша и бились рядышком, меняя галсты. Финиш у берега стал прикрывать, 4 года вырвались вперед на 3 корпуса. Все бермутские лодки отстали сразу, еще на попутнике, и большие, и маленькие. Командор ехт-клуба при вручении наград долго благодарил за прекрасное зрелище парусного поединка. Это было действительно красиво. В призах был местный ром разной выдержки. Поскольку запас рома у нас уже был, мы теперь загружены ромом лет на 10. Мы решили базироваться здесь, в Пуэрто-Галлере, особенно после тайфуна, прошедшего в середине декабря. В Лоции сказано, что тайфун в декабре достаточно редкое явление, но для нас сообразили. Тайфун прошел южнее, в основном на Минданао и Полован. Пишут, что там посмывало в море десятки деревень, здесь у нас выбросило на берег паром Роро, местные говорят, погибло много народу. Дует временами сильно, иногда шквальный дождь. В целом, стоянка здесь закрытая, хорошее тайфунное убежище. Кстати, при всем множестве островов архипелага, тайфунных убежищ здесь считанные единицы. И при подходе тайфуна в них набивается весь местный флот, что добавляет остроты ощущения в жуткой тесноте подвое ветра. Пора было начинать программу походов по островам. Экипажи посещения прилетали в Манилу, добирались к нам на автобусах и банках. Сходил с нами даже поляк Энтони из местной яхтенной тусовки. Сегодня мы провели день на берегу, поучаствовали в закладке нового здания в деревенке Сибали. Потом был праздник с угощением, долго общались с мэром, шефом местной полиции, помощником по туризму. В празднике участвовалось у населения, включая школьников. Мэр сетовал, что народ не тянет полное образование, десятилетку, и школы не заполнены. Очень было интересно и познавательно. Люди с удовольствием рассказывают, показывают, задают вопросы и с интересом слушают. Порт Консипсион, так было названо место испанцами, которые первыми из европейцев появились здесь и основали военный пост, ну и естественно католическую миссию. По-силипински небольшая деревня называется Барангай. Остров небольшой, около 3 миль в длину и чуть больше 2 в ширину, на гористке. Единственное средство передвижения по острову – мотоцикл, так как дороги здесь это тропинки шириной метр-полтора. Когда-то их проложили через джунгли и выложили камнями. Дороги сделаны по всем правилам с откосами, ливневыми стоками. Все тропинки аккуратно забетонированы. На крутых подъемах и спусках на бетоне сделаны бороздки против проскальзывания. На острове живет около 10 тысяч человек. В центре каждого Барангая баскетбольная площадка, церковь, школа и медпункт. Бросается в глаза аккуратность в одежде, чистота поселения. Дети сыты и умыты, нет ужасов, нищеты, манилы. Все Барангая на побережье живут за счет рыбалки. Здесь мы купили здоровенного дунца килограмм на 5-6 за 10 долларов. Туристы сюда не добрались делим пляжи с коровами, потому что для черепах не сезон. Субтитры сделал DimaTorzok проходящий в очень экстремальных условиях. Наша шхуна идет явно отвергиваясь, потому что остальные участники гонки просто не вышли на старт. А оно так и какое надо. Мы ушли с острова Маэстро де Кампо, где милые жители потелка Сибали кормили нас из банановых тарелок. поили прекрасным виски. Полицейские позировали для наших фотографий, а учительница местной школы взяла у меня интервью. У меня нет слов, чтобы описать те чувства, которые я испытываю при виде прекрасных филипин и возможно даже филипинок. Ань, поюз, с сих пор. И это просто замечательно. бантон, бантон, примерно таких же размеров, как Маэстро, но горы выше и круче. К тому же бантон долгое время стоял на перекрестке торговых путей. Здесь проходила дорога испанских галеонов из Китая в метрополию. Поэтому на восточном побережье есть город, который на карте называется Джонс. Но местные указатели гласят просто Бантан. В 1663 году испанцы построили здесь церковь и форт, которые сохранились до сих пор. Мы встали на якорь возле Барангая Майнит. Название переводится как Горячий берег. Берег здесь на отливе и вправду становится горячим, нагреваясь от подземного тепла. Договорились с местными и картежем из четырех мотоциклов отправились через остров. Те же бетонные тропы, что и на Маэстро, очень живописные места, крутые перевалы, деревеньки по пути, жители которых ошалело провожали взглядами нашу бригаду. Шутка ли компания из семи Пуринирс? Туристов на острове нет, как нет и любой туристской инфраструктуры. Незамутненная филиппинская глубинка. Чем глубже забираешься в Дебре, тем интереснее и природа, и люди. Маленькие чистенькие деревушки, приветливые люди, рыбаки и крестьяне. На базаре все очень дешево. На маленьких островках школы и в каждой маленькой деревушке. На переходах постоянно стабильный ветер, временами его даже много, 30-40 узлов. Вчера, когда оформлялись, пошли с Патриком. Таможенник попытался взять с Патрика лишние 500 песо. Патрик поинтересовался системой расчета, они поторговались и взяли с него 115. С нас, мы же все слышали, тоже. Очень гуманная бюрократия, когда можно обсудить с чиновником стоимость оформления и добиться скидки. Мы в море, идем на юг, в сторону опасного пролива Балабас, который нужно пройти ночью и без огней. На вахте Митя, впереди гроза, ветер слегка шквалит, так что топшли мы урали. Ночь, ветер и большие толстые рыбы выпрыгивают из воды. Субтитры создавал DimaTorzok